Всем большой привет! Сегодня я хочу вам рассказать о последних новинках от прекрасной марки DIVAGE. Честно говоря, раньше я не особо много внимания уделяла этой фирме. В последних видео о пустых баночках вы видели, что мне очень нравятся их туши 60-90 в желтом розовом формлении. Тоже я их покупала по отзывам своих подружек, причем которые не снимают видео. Просто мне рассказали, что это супер классные туши. И несколько раз я их покупала, повторяла. В общем, больше, но честно говоря, я обращала внимание на ларьки, обращала внимание на какие-то блески были в таких баночках с интересным дизайном. Ну а так, чтобы много всего попробовать, мне не доводилось. И не так давно, около месяца назад у меня появились новинки. Я вам сегодня не расскажу. Такой пакетик от DIVAGE. Мне было очень интересно познакомиться с этой фирмой. Скажу, что теперь мне захотелось побывать в как называется это у них Makeup Studio. Это бронцеллы магазинов, в которых продается только DIVAGE. А появилось такое желание, когда я увидела, какая есть вообще существовала продукция, которую я никогда не слышала, не видела, и сколько же всего интересного. Давайте приступим. Первое, что меня удивило тоже, это туалетная водичка в такой вот красивой зеленой коробочке. Называется она Touch Me Princess D. Эту туалетную водичку я потом, кстати, увидела в подружке. Стоила она где-то 450 рублей, что-то такое, 420 через 50 плюс-минус. Такая вот приятная форма линии. Мне кажется, очень хорошо подойдет для подарка, особенно сейчас как раз приближается Новый год. Мы открываем ее, и вот здесь нас ожидает такой красивый флакончик. Здесь описание этого аромата. Не знаю, мне кажется, это очень празднично выглядит. Там очень много разновидностей. Честно говоря, не вспомню, но как они назывались, да, но ароматы приятные, я послушаю. У меня с зеленым яблоком, черно-смородином, нежным ландышем в сочетании с удивительными нотами листьев томата, базилика, благоухающей розы и мускус. То есть такой необычный аромат с базиликом, томатами. Но он очень приятный, такой миниатюрный флакончик. Нужно повернуть. Ну, я пока что его не носила на себе, я только дома пробовала. Мне понравилось, и ну, часа 3-4 он точно можно было ощутить на себе. Поэтому все прекрасно. Мы тоже здесь когда вынимаем, видим надпись. В общем, коробочка просто вообще удивительная. аромат очень приятный, особенно за свою стоимость. Так что побаловать себя или своих подруг отличный вариант. Здесь 20 мл. Удобно носить с собой. Следующее, что у меня есть, но пока что я не успела этим воспользоваться. Не знаю, как там что-то... Мне нравится вообще такой дизайн, но пока не решилась. Это такие наклеечки с икорным маникюром. Ну, в общем-то, не знаю, можете вы мне рассказать, понравилось вам это или нет. Вообще, выглядит симпатично, интересно. Такие бусинки розово-бордового цвета нужно нести на ноготь этот стикер, аккуратно разгладить, загнуть излишки стикера под ногтем и аккуратно убрать лопилочкой. Не знаю, ну, честно говоря, конечно, интересный тоже от компании Диваш. Я такого не ожидала увидеть. Обычно такие штучки выпускают такие профессиональные именно фирмы, которые занимаются ногтями. Диваш молодцы в этом плане. Они охватывают вообще разные-разные... Разные штуки... В общем, я к тому, что они выпускают допустим и духи, и какие-то наклеечки для ногтей, и уход, и всё-всё-всё, что только можно придумать, они делают всё. Следующее, что у меня есть, что мне очень-очень-очень тоже понравилось, это лаки из серии Emotion GEL EXPERT. Фотографии с теми лаками вы можете увидеть в моём инстаграме. Вот так и не выглядит. Сейчас у меня в ногтях другой цвет, но, кстати, тоже похоже. Такие небольшие пузырьки, у которых очень-очень-очень удобная кисточка, как все мы любим. Плоская, длинная. В общем, такая, да? Казалось бы, очень маленький тюбик, но вполне удобная кисточка. GEL EXPERT. На самом деле, само покрытие даже выглядит гелевым, довольно быстро сохнет так, красиво выглядит. Не знаю, мне очень понравилось то, что за цену в примерно, не знаю, 60-70 рублей, мне кажется, это вообще идеально. Я обязательно, когда увижу, обращу внимание и посмотрю на другие оттенки. Безумно понравилось это серия Motion GEL EXPERT. Следующее средство это Crystal Sugar. Также фотографии есть в моем инстаграме. Это такие хлопья, розово-желто-какого-то красного оттенка. Для дизайна ваших ногтей вам нужно нанести желательно два слоя лака цветного. И пока он еще не высох, посыпать или где-то куда-то на бумажку прислонить ноготок. В общем, украсить свои ногти такой вот, ну, можно назвать это слюдой. Тут как бы не бусинки, а именно написано сахар. Ну, тоже на сахар это, честно говоря, не похоже. Такие кристаллы. В общем, красиво очень получилось. Фотографию, опять-таки, можете увидеть. классно, интересная штучка. Тоже не всегда во всех фирмах найдешь. Такой нечасто встречающийся продукт, а иногда хочется сделать что-нибудь интересное на ногтях. Следующий это экран. Такие вот бусинки разноцветные, очень некрасивые, позитивные. тоже для тех, кто ищет, советую купить в Диваж. И довольно большая баночка. Если до этого раньше я покупала в других фирмах, там были баночки намного-намного меньше. Здесь по 8 грамм. То есть он надолго хватит. Следующее, что мне безумно понравилось, что являлось и до появления вот этих всех продуктов, моим фаворитом, это тушь в Диваж 90-60-90. Мне кажется, оно у многих есть, многие о ней слышали, а если вы слышали и не купили, я обязательно вам советую также в магазинах Диваж или в магазине Подружка. Это вообще уникальная вещь, это лучшая тушь, она прекрасно разделяет ваши реснички, удлиняет и ну все, просто. Объем удлинения вот точно так здесь написано. Сама по себе это марка итальянская, но в Италии, я понимаю. В общем, это моя любовь и также желтенькая тоже мне очень понравилась. Супер, супер, всем советую. Следующие два продукта, это продукты для губ. Такие две красивые помадки, интересный у них дизайн, называются они Crystal Shine. так выглядит достойное оформление, симпатичные. У меня они в двух оттенках, одна в оттенке 0,9, выглядит в тюбике, конечно, очень темный, но на самом деле это такие полугелевые помадки, которые продают вашим губам блеск. Ну, цвет есть, конечно же, он есть, но он, не настолько матовый, какой-то плотный, перекрывающий все-все на свете. Он немножечко блестит, на самом деле Crystal Shine. Мне он понравится просто гелевую помаду с таким красивым оттенком. Это оттенок 0,9. Следующий оттенок 0,7. Такая оранжевая. Многим фотографиям понравилась, кстати. Ну, ее практически не видно, она такая полупрозрачная. То есть на вашем цвете губ будет, ну, легкий-легкий оттенок. Пахнет через кровь. По-моему, они особо без запаха. Так. Давайте следующий продукт это лаки для ногтей в серии в серии соль и перец. Зазовется вот это соль, а это перчик. Здесь черные вкрапления, здесь белые, в синем оттенке и в голубом. Сейчас, одну секунду. Тоже здесь хорошая, удобная кисточка. Не очень маленькая, не очень большая, но для размера такого флакончика вполне. Тоже красивый, хороший. Я видела, что многие их покупают, потому что модный был эффект этой осенью, зимой, не знаю, вообще в этом сезоне. Так, всем, кто ищет подобные лаки с подобными эффектами, также можете обратиться к фирме Деваша и купить их там. В подружке их точно я видела, там очень много оттенков, красные, темные, светлые. Вот. Тоже очень интересно. То есть такая фирма, которая затрагивает вообще все тенденции, начиная от лаки в соли и перец, какие-то гелевые помады, наклеечки такие на ногти с дизайном, в общем-то не знаю. Также еще одна тенденция, это BB-крем 8 в 1 микрограмм и, честно говоря, я его пробовала, когда я была очень загорелая. Проблема была в том, что я нанесла этот тональный крем. Он выглядит сначала вот таким беленьким. Лучше видно было. Выглядит он таким беленьким. Ну, я понимаю, что он должен, приступить к основлению, он должен потемнеть. стирать. Сейчас я растираю, 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 растираю. И, в общем, я не знаю, честно говоря, сколько нужно тереть, но почему-то, ну, даже не видно. под цветом. В общем, все остается белым в итоге. Когда я начинаю стирать эту продукцию салфеткой с руки, салфетка темная относится, то есть, цвета зального крема. А так вот, ну, проходит минута, две, трое, ну, сколько же я могу тереть-то. Оно такое, какое-то бело-фиолетовое. Палец вообще чистый. Ну, в общем-то, расскажите, если у вас есть такое средство, может быть, что-то я неправильно делаю. Это уход с тонирующим эффектом. Ну, для крема как бы такая немножко пластилиновая текстура, но и я не вижу тонирующего эффекта. Вот у меня просто вот эта белая-белесая рука остается. Загадка, непонятно. SPF 15, пахнет, кстати, не очень приятно. В общем, вот это средство, вот мне все продукты нравятся из Диваж, но это средство я просто не поняла. Так что его как бы оставим пока. Давайте дальше продолжим. Тоже прекрасная палетка Crystal Shine тоже из серии с таким же названием серия помад. Это тройка теней, тон номер 03. Так вот выглядит простое симпатичное оформление. Здесь три оттеночка. красивые оттенки для макияжа на каждый день. Очень мягкие, шелковистые, шелковистые, сатиновые оттенки. Посмотрите, какие красивые. То есть для масс-маркета и опять-таки ну я предполагаю, что рублей там 100-120 они стоят. Но я не дороже. Цены вообще крайне бюджетные, даже дешевле, чем я не знаю, что можно взять. Типа Essence, знак Катриса. Тут намного дешевле цены, а качество ну ничуть не хуже. Тени вообще супер-супер-супер. Сейчас я их куриню. Смотрите, отлично переносится. Все оттенки остаются. И это без базы. Здесь ничего у меня не было нанесено. Вполне. Так что тоже обязательно когда пойду в магазин обращу внимание на другие оттенки. Очень классные тени. Еще один экземпляр. Это запеченные тени в номере 13. Такие золотисто-черные, вечерний такой вариант. Сейчас не буду их тут смешивать. Тоже очень красивые. Интересный оттенок, интересное оформление. Давайте сделаем что-то в зоне. Смотрите, в итоге получается, что вы думаете, не черное, не золотое, а очень красивый такой хаки оттенок. Супер. И также прекрасно переносится на вашу кожу. Мягкие, насыщенные, хорошо они держатся. В общем, ну, что еще надо? Не знаю. И последнее средство. Тоже меня, конечно, это очень сильно удивило, что у них есть и увлажняющий кремль лица, и умывалка, и различные средства ухода, которых тоже, честно говоря, я никогда не слышала. Я знала, что есть декоративная часть, обуходовая. Это очищающий гель для умывания. Разработан он в лаборатории французской. Сокращает несовершенство, матирует, тонизирует. Ну, дальше все, как обычно, его нужно использовать. Такого 75 миллилитров, приятный у него аромат, хорошо он все смывает, очищает. Ну, аромат такой, знаете, травянистый, что ли. Все приятный. Хороший, достойный продукт, такая небольшая омывалка, кстати, удобно с собой ее взять, потому что сейчас я пользовалась, ну, грома такая корейская у меня была банди, я там 200-250, она вообще никуда не помещается, она везде мешается, вот такой, ну, такой формат мне больше нравится, какое-то маленькое средство, а так прекрасный, хороший омывалок. В общем, такой был обзор, надеюсь, вам было интересно, лично мне безумно интересно, потому что, ну, что-то интересное, что-то новое, по прекрасное соотношение цены и качества, ну, единственное, что вот один продукт, который просто как-то вот, смотрите, он до сих пор белый, не очень видный при этом освещение, но рука такая стала матовая-матовая, и я вижу беловатый оттенок. Не знаю, просто вот не подружились мы с этим средством, а в остальном всё очень понравилось, и, ну, не знаю, я советую обратить внимание, потому что даже если что-то вам вдруг не понравится, вам не будет жалко этих денег, потому что, ну, это вам не цены Диор, Ланком и прочего, вполне достойные и доступные цены. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, где я делаю постоянно сводчи. Всем пока!